И в лесу написано, прости нас, Государь, потому что он был отправлен и уехал уже, чтобы никогда не вернуться. История семьи Романовых для специалиста по этикету и государственному протоколу Ивана Арцишевского стала главной в его жизни. В 1998 году он руководил группой по перезахоронению семьи Николая II и его свиты. Иван Арцишевский говорит, на эту роль его порекомендовал знаменитый академик Дмитрий Лихачев. В 2006 году он же готовил сценарий перезахоронения останков супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, которая после революции эмигрировала в Данию. Датский военный корабль, на который был погружен ее прах в порту Кронштадта, был встречен орудийным салютом с российского корабля, давшего 21 залп. Это символическая деталь сценария. Так Марию Федоровну встречали в России, когда она, еще принцессой Дагмар, прибыла на браковинчане с великим князем Александром Александровичем, будущим императором. Эту и другие истории Иван Арцишевский рассказал на лекции в художественном музее. Моя лекция не столько о русской истории, а о русской культуре. Скорее всего, об этом это важнее. В своей лекции историк рассказал о прошлом и будущем семьи Романовых. Сейчас потомки императорской семьи рассеяны по всему миру, вплоть до Уругвая. От политики они все далеки и в основном занимаются бизнесом и благотворительностью. Конечно, интересно в любом случае, как адаптировалось семейство в этих уже условиях современного мира. Но в любом случае, это история, которая уже не переписывается. Это настолько интересно, поскольку это наша история. Опять же, мы должны ее знать и узнавать, прежде всего, от тех людей, которые знают это не понаслышке. Интерес к истории семьи Романовых не ослабевает не только в России. Недавно Иван Арцишевский читал эту лекцию в Париже и скоро поедет с ней в Кишинев. Мария Елевина, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...